Потому что вы сейчас в плохих условиях, как вы сейчас живете? У нас сейчас дом 22 квадратных метра, мы снимаем недалеко от люди, чтобы нам ездить и взять воду, и в баню мы ходим к турбушке. Ребятишки учатся в школе, мы ездим на автобусе утром в ком, полный автобус, забиваемся и едем. Маленького в садик тоже далеко возник. Когда перевернусь? Приезжать. Мы даже не знаю, ну вот к февралю, наверное, мы все-таки все перебазируемся. Будем как-то постепенно, все равно мебель все сразу не купишь, все сразу не скрутишь. К февралю месяцу, наверное, надеюсь, на василие мы уже отпразднуем. Что вы потеряли во время наводнения, расскажите? Потеряли дом, хозяйство, все полностью. Мозг снова. Второй раз нас эвакуировали уже на вертолете. То есть старшие дети были у меня в санатории, маленький ребенок. Мы поехали посмотреть, что там осталось после первого наводнения. Родители как бы были там уже. И попали во вторую волну. И когда уже к временному пункту размещения вода подбиралась. В 17-е нас эвакуировали на вертолете. Конечно, все это был шок, стресс. Первое время, когда жили в Тулуницовой, подскакивала ночью. Быстро собираемся, все, собираемся. У меня ребенок в шоке. Глаза, все, говорит, мама сказала собираться. Берем вещи, документы. Самое необходимое уже вот это вот выработало. Сейчас как бы спокойнее. Но все равно у меня уже привычка, что ребенок быстро стал собираться. Куда бы. Куда бы ни. И сейчас с садик утром у нас проблем нет с этим. Что рано утром он сдает спокойно. Вы жили в село Уйгод? Уйгод. Ага, все.